Музыка Маленькое представление для начала, да, чтобы не напрягать всех одним только Марксом, решили через занятия менять. Занятия Сталина, занятия Маркса. Сегодня Маркс, на следующем занятии Сталин и так дальше будем чередовать. Теперь можно приступить к 12-й главе, разделение труда и мануфактура. В предыдущих главах, на которых мы остановились и ушли на каникулы, как раз разбирался отдельно труд на предприятии, как что и сам процесс производства. В 12-й главе Маркс начинает рассматривать не работу отдельных рабочих на конкретных предприятиях, а саму производство на предприятиях. Начинает с мануфактуру и пошел дальше раскручивать это дело. Мануфактура. Почему он берет мануфактуру? Потому что это первое коллективное хозяйство, которое появилось именно как для производственного процесса, где началось разделение труда. И откуда она появилась? Первый вид мануфактуры, это когда мануфактура появляется вокруг сложных изделий. Маркс приводит пример кареты. Карета она большая, сложная. Кто-то делает колеса, кто-то делает рессоры, кто-то кожей обтягивает, кто-то стеклышки вставляет в окна. То есть процесс сложный, один человек будет эту карету собирать много-много лет, а если мы разбиваем это поэтапно, кусочки небольшие, у нас получается мануфактура по производству карет. Это один способ формирования производственных предприятий. Второй способ формирования, это когда надо большое количество сразу одновременно продукцию выиграть. Ну обычно это какие-нибудь армейские заказы. В том же Риме были мануфактуры огромные, которые занимаются изготовлением щитов. Там надо, но вылетел. Несколько тысяч щитов сделали и выпустили. Это второе происхождение мануфактуры. Второй тип. В принципе, и тот, и тот, и тот способ, когда они соединяются, они приводят к одним и тем же примерным вещам. Первое, это разделение труда для ускорения процесса. Операции разбиваются на небольшие этапы и если раньше мастер делал тот же щит или ту же карету от начала до конца, то сейчас, соответственно, каждый специалист делает маленькие вещи, отдельные фрагменты, отдельные операции. Разбиение на эти кусочки небольшие очень сильно развивает и подстегивает производство. Производство начинает расти, что по количеству выпуска продукции, что по качеству. То есть когда ты там делаешь в карете и колесо, и стекла, и двери, где-то ты лучше, где-то ты хуже. А там мастер, который делает двери, он идеально делает двери, второй мастер делает идеально колеса. Все это складывается в идеальную карету. И еще это дело комбинирует ремесла. То есть если раньше был кузнец, был отдельно столяр, то сейчас на производстве они совмещаются вместе на одной мануфактуре. В данном случае, ну и на практике современной тоже. То есть раньше это был отдельный ремесленный кузнец, отдельный столяр. Сейчас они работают на одном предприятии, на одном мануфактуре. Маркс сравнивает эту мануфактуру, когда каждый отдельный человек работает как отдельный винтик в механизме. И когда эти винтики вместе мы собираем, получаем большую машину. Единый производственный механизм, состоящий из разных людей. Да, то есть казалось бы, люди несовместимых специальностей, например, водители грузовиков и бухгалтера. Одни считают, вторые возят, но они вместе объединяются на предприятии и вместе трудятся. Это, так сказать, сводит их в один и один механизм по производству чего угодно. Вот, не важно чего. Следующий, второй подглава, вторая часть подглавы, двенадцатый. Это рассматривается отдельный рабочий и его орудия. То есть работа на мануфактуре, на производстве, как она складывается на конкретном отдельном рабочем, на индивиде, и как она складывается на орудии. На орудии, куда его длинить всегда. Фактически при мануфактуре, когда человек стоит у станка и делает одну операцию, он превращается в такой определенный автомат, робот, называйте, кому как больше, ближе нравится. То есть он делает одну короткую функцию. За счет этого повышает производительность труда, потому что он, грубо говоря, молотком стучит по одной и той же детали каждый раз. Он это делает хорошо, точно, без ошибок, без ничего, на автомате. И получается очень хорошо. То есть производительность труда растет за счет этого. Плюс, так как все эти рабочие у нас собраны в одной мануфактуре, на одном предприятии, в одном цеху, то перемещая детали от одного до другого, не как раньше, мы поехали в кузню, сделали рессоры для кареты, потом поехали к столеру, взяли двери, потом отвезли в третий церкви и это собрали. Это одно здание, цепочка, все рядом работают, быстро перемещаются запчасти между друг дружки, производительность повышается еще из-за этого. То есть меньше тратится время на сопутствующие операции. Это положительная часть мануфактуры, что мы приобретаем хорошую. То есть повышение производительности, повышение качества. Но есть и минусы. Если рабочий у нас стоит и молотком правой рукой весь день стучит, соответственно, рано или поздно рука у него просто отвалится. То есть рабочий сильно устает, однообразная работа, его внимание затупляется, он хуже понимает, следит, отсюда, соответственно, больше риска тем же молотком попасть себе по пальцу, соответственно, травматизм. По поводу орудий. Если раньше у того же кузнеца был, грубо говоря, один молоток и один молот, то в мануфактуре, когда все отдельные операции разбиваются, гораздо больше становится профессиональных инструментов под отдельные конкретные задачи. У Маркса опять же нам куча примеров приводит. Один из таких, раз мы уже заговорили, про кузнеца, который кует ресурсы для кареты. Он приводит амфему английскую, которая производит 500 разновидностей молотков. И для некоторых операций даже есть несколько молотков. Для начальной стадии этой операции, для середины, для концовки. То есть 500 различных молотков. Не от того, что мы захотели там в магазине в виде 300 видов колбасы, а обоснованно, то есть они все отличаются и чем-то преимущественно годы для конкретной задачи. То есть инструмент у нас становится специализированный и прекращает быть именно чисто универсальным. То есть если раньше христианину дашь топор, он с него сделает тебе и дом, и избу, и мебель, и все будет замечательно. Сейчас, если мы хотим сделать дом, у нас столько количества инструментов, их перечитать будет даже нереально. Не говоря об том, чтобы сделать еще и мебель для этого дома. Это что касается орудий. Из самих отдельных рабочих. Дальше такой вот, еще третья подглава, более такая, я бы сказал, философская, что ли. Когда производство у нас начинает имеет характер общественного производства. То есть, смотрите, если раньше ремесленник в своей мастерской делал конкретную продукцию и выпускал, это была чистая его продукция, он ставил свое племо, было все понятно. Когда мы переходим к мануфактурам, уже даже на стадии мануфактуры, даже в древнем Риме, когда они первые его артифунгии делали, процесс становится общественным. То есть, для создания конкретного продукта нельзя сказать, кто его сделал. Вот, сделали много-много-много людей. Причем, с развитием производства таких людей в цепочке становится все больше и больше и больше. То есть, назовем это общественный характер. Это очень важный тоже момент. Это опять же нас возводит к манифесту коммунистической партии. То есть, при развитии производства. У нас по факту все члены общества, все население Земли участвует в производстве. Избитый пример, мы его уже много раз приводили, для создания самолета «Робус» надо полмиллиарда населения при современном способе производства. То есть, все цепочки, начиная с изготовления металла, из которого его делают, заканчивая программы, которые пишутся для его бортового компьютера, надо полмиллиарда человек. Хотите сделать еще самолет «Боинг», надо еще полмиллиарда человек. То есть, общественный характер производства расширяется все выше и выше, и на каком-то моменте он приобретет вообще всеобщий характер. Если вообще еще не привем, на самом деле. Тут смотря как считать. Так же, этот общественный характер, он не просто так отдельно, да, разрозненные люди, когда сидят по территории, он еще производит концентрацию производства. То есть, все эти люди собираются в одном месте, на одном заводе, на одном производстве, и дружно работают в одном помещении. То есть, они еще вобществляются, входят в одно общество, которое делает какую-нибудь конкретную вещь. Допустим, какой-нибудь завод танковый в Ленинграде, которого, к сожалению, нету, или там Нижне-Тагильский завод вагонный, там работают 35 тысяч человек, вот концентрировано в одном месте, чтобы изготавливать вагоны, бронекаркуса и многое-многое-многое, и что еще. То есть, концентрация производства в одном месте. То есть, если мы, допустим, возьмем какое-нибудь Средневековье, когда мануфактуры только начинались, там найти 35 тысяч человек даже в каком-то отдельном городе сложно было. Это какие-нибудь там только мега-столицы. А тут они собираются на одном едином предприятии, хотя все люди разные, опять же, как возвращать бухгалтеры, водители, а работают все вместе. Соответственно, когда такое большое количество людей, не сконцентрированные в одном месте, возникает вопрос спланирования. То есть, надо спланировать, как эти люди работать будут между собой. Сколько надо бухгалтеров, сколько для них надо водителей. Все это должно планироваться, рассчитываться, соотношение строится. То есть, возникает плановое хозяйство, которое было у нас в Советском Союзе. По тому, что нам говорят, плановое хозяйство при капитализме не надо, так нифига. Оно уже в Средние века становится актуальным, потому что любой капиталист должен знать, сколько ему надо людей для производства чего-либо. Если он хочет увеличить производство товара в два раза, ему надо знать, сколько надо добавить бухгалтеров, сколько надо добавить водителей, сколько надо добавить подмастерьев, кого угодно. В разных пропорциях. Сколько будет достаточно, сколько недостаточно. Грубо говоря, если для производства карет надо побольше мастеров по дереву, он добавит. А если бухгалтер, который считает все это дело, ему дает зарплату, он в принципе един достаточный. То есть надо просто считать нагрузку, хватит его или не хватит. То есть вопрос планирования появляется еще на стадии мануфактуры. С развитием мануфактуры возникает потребность, когда они начинают собираться в производственные цепочки, в единые. Опять же, капитал у нас, насколько мы помним, это самовзрастающая стоимость. И, соответственно, владелец одной мануфактуры начинает скупать соседние мануфактуры. Мануфактуру, которая занимается добычей руды, которая идет на производство карет. И там мануфактуру, допустим, которая изготавляет кожу, чтобы натягивать ее наверх, обтягивать кареты. Ряд таких мануфактур начинает строиться и соединяться в одну единственную цепочку. Опять же, все более делая производство общественным. И, соответственно, планирование, разбивание на одну мануфактуру на многих. Опять же, можем вернуться к современному примеру. Какая-нибудь Роснефть. Это огромная корпорация, в которой включает себя вроде бы независимые отдельные производства. Подобыча нефти, по транспортировке. Отдельно заводы они покупают, которые перегоняют нефть, отдельно они ее продают. То есть, в принципе, это корпорация одна, но это отдельные предприятия, которые сбросаны по территории всей страны. И, собственно, объединены только тем, что принадлежат одной компании по названию Роснефть. Опять же, с другой стороны смотрим на это дело. Да, вроде бы это единая корпорация Роснефть, но завод по производству бензина и перегонки нефти, они даже близко не знают, кто у них работает на добычу нефти. И они с ними никак не пересекаются. Роснефть – это отдельное предприятие, хоть и участвующее в общей цепочке производства. Так, ну, наверное, третий тогда пункт. На этом все. Маркс тут еще немножко забегает вперед по поводу производства, но откладывает на датчик. То есть сейчас мы говорим только о мануфактурах, а о современных заводах будет потом в следующей главе. Я просто для примера привожу современные образцы подобных вещей. Когда у нас рабочих много, они хоть вместе и объединены в одном предприятии, но производственная функция у всех разная. Соответственно, возникает вопрос в том, что не надо каждого отдельного рабочего обучать всему циклу производства. Его достаточно научить делать, грубо говоря, прессоры для карет, и больше ему ничего не надо. Отсюда у капиталиста возникают две стратегии. Первая. Ему, с одной стороны, надо учить специалистов высококлассных, которые будут делать какие-нибудь сложные вещи. Например, ему нужен мастер, который будет понимать все и разрабатывать новые виды карет. Но, противоположная сторона. Этому мастеру надо много учиться, соответственно, его надо кормить больше, больше времени он тратит на обучение и меньше на производство, и платить, соответственно, ему денег надо больше. Поэтому есть стремление, с другой стороны, сократить количество обучения и зарплаты. Мы берем членов рабочего, который умеет только молотком, грубо говоря, махать. Учиться этому не надо. Ты его прямо со школы взял, посадил. Соответственно, отнимаем 5 лет вуза, который надо мастеру. 5 лет ему не надо ни учиться, ни кормить преподавателей. Ни его 5 лет кормить не надо, ни стипендии ему платить не надо. И, опять же, труд неквалифицированный, можно платить ему копейки. Соответственно, в ряде случаев учить капиталисту своих рабочих просто вредно. Это повышает их стоимость, стоимость человека, а именно как товара, рабочая сила. Эта рабочая сила становится дороже за счет того, что надо его больше учить, больше денег вкладывать. Соответственно, капиталисту учить некоторых рабочих просто невыгодно. Наоборот, его цель не обучать и как можно больше сократить обучение этого работника, чтобы меньше сократить максимальный срок его обучения и как можно быстрее поставить его к станку. Маркс приводит кучу тогдашних примеров, когда в законодательстве был прямой запрет, когда во Франции, если не ошибаюсь, ученикам разрешалось обучаться только одному ремеслу и только одной операции. В принципе, мы сейчас тоже видим, да, разделение в школе классов, это чисто математики, это чисто гуманитарии. Мы их сразу разделили, зачем мы будем тратить деньги на обучение и всему. Мы сокращаем расходы, пожалуйста. Получаем, с одной стороны, неучи, которые дешево стоят, дешево работают, мало затрат ушло на их обучение. С другой стороны, у нас появляются элитные вузы, элитные школы, где обучают мастеров, которые будут разработки, новые внедрять. То есть, вот такое вот разделение труда. Маркс об этом писал еще 200 лет назад, а мы сейчас удивляемся, почему у нас такая образовательная реформа. Отсюда она и проистекает. От самых начальных базовых экономических потребностей. Следующая подглава – это разделение труда. Тут Маркс выгубляется именно в разделение труда. В принципе, все население разделяется на отрасли, виды, подвиды отрасли. В принципе, самое простое, что мы можем разделить, что сразу видно, это разделение производства на сельскохозяйственное и промышленное. Грубо говоря, разделение на город и на деревню. Отсюда возникает сразу вопрос, что если разделение труда у нас это плохо, почему смотрим выше, да, то, соответственно, мы должны уничтожить разницу между городом и деревней. Разница труда в городе и в деревне. Образование должно быть и там, и там одинаковое. Такая зарплата должна быть и там, и там одинаковая, чтобы человек у нас был везде одинаковый, а не делился. Ты тут только молотком или лопатой копаешь, а вы там в городе живете на всем готовом. Поэтому первая цель коммунизма – это снятие разделений и различий между городом и деревней. Вот, пожалуйста, происходит отсюда. Да, мануфактуру у нас разделяют ремесленников и агрария. Опять же, там у Маркса много-много-много примеров. Смотрите сами, сейчас мы их озвучивать не будем. Все есть в книжке. Опять же, идет единство, да, и борьба противоположностей. То есть, с одной стороны, город и деревня – это различные вещи, с другой стороны, они между собой существуют и друг без друга не могут отдельно жить. Город помрет без продукции, деревня помрет без средств производства. Им не в чем будет возделывать землю, нет металла, нет тракторов, нет ничего. Как раз, когда мануфактура у нас разделяет труд на отдельные специальности, у нас начинается развитие капитализма. Опять же, смотрим, да, если в древнем линии мануфактур, как таковых не было, они назывались латифунги, то с появлением в Средние века мануфактур у нас появляется, зарождается капитализм. Как раз на этой вот стадии. То есть, мануфактура и ее разделение труда – это как раз специфическая форма капитализма. И тут мы сразу же можем перейти к моменту о капиталистическом характере мануфактуры. То есть, почему из мануфактуры у нас происходит капитализм. Мы уже говорили об этом в 11 главе, сейчас мы опять напомним, да, этот момент. Что капиталист становится капиталистом, когда на определенном стадии, когда количество работников у него переходит в новое качество. То есть, новое качество – это мануфактура. То есть, капиталист – это только тот, кто может себе позволить свою мануфактуру. То есть, минимальный стартовый капитал, для того, чтобы стать капиталистом, должен равняться переменному капиталу мануфактуру плюс постоянный капитал. Если у нас две вещи есть, мы можем заоткрыть мануфактуру и спокойно развивать свое дело, пристегивая к нашей мануфактуре еще последующие, образовывая цепочку производственную. Если у нас какой-нибудь так называемый современный малый бизнес, когда у тебя есть, грубо говоря, на первом этаже твоего дома маленькое помещение, где ты сам стрижешь людей, плюс у тебя есть какой-то помощник. Почему это не капиталист? Почему это не мануфактура? У нас нет разделения труда, там два человека, грубо говоря, работают. Все, что они, даже если они будут по 24 часа в сутки работать, они никогда не заработают на новую парикмахерскую, они никогда толком не смогут расшириться. Поэтому малый бизнес, малое мануфактурное предприятие – это не шина-монтажник, где один узбек и колеса меняет, и резину клеит, и вулканизирует, и все-все-все делает один. Это не малое производство. Малое производство – это когда у нас есть уже небольшое СТО, где работают несколько специалистов. Один масло меняет, второй колеса меняет, третий там моет вообще, грубо говоря. То есть реклама Сбербанка, если кто видел «Открой свой малый бизнес», там как раз и было нарисовано полноценное СТО. СТО – это малая мануфактура, это малый бизнес. Все, что не может позволить себе обеспечить постоянный капитал плюс переменный капитал, необходимый для мануфактуры, – это не капитал. Точнее, не капиталист – это человек, у которого нет того и того капитала. Кто помнит, что такое переменный капитал и что такое постоянный капитал? Кто-нибудь помнит? Или за каникулы все забылось? Почти, по-моему, кажется. Я сам забыл, если честно. Переменный капитал – это, который в процессе производства меняет свою стоимость. Да, да. Это сырье. Это сырье и расходники. Правильно. Постоянная – это заработная плата, как раз наоборот. С, которая, ну, как раз английская, да, это константа, имеется в виду, константа – это и есть постоянный капитал. Постоянный капитал. А переменный – это В. Разделения очень часто путаются с основными оборотными средствами. Да. Как раз таки обратно. То есть основные – это станки оборудования, обороты, это сырье, заработная плата и вот это все. Вот. Когда у вас есть и тот, и тот капитал, вы можете открывать свою фирму, стать бизнесменом. Если у вас нету и того, и того капитала, вы можете гулять дальше. Постоянный переменный капитал. Отдавать свою рабочую силу. Да. Дальше идет большой кусок философии. Если кратко, что можно подвести, да, о чем говорит Маркс? О том, что мануфактура уродует рабочего. Вместо того, чтобы развивать им все качества, рабочий развивает только одно качество и губит все остальные. Пока ты весь день стучишь молотком, все твои остальные творческие способности ни к чему не годны. Ты их не применяешь, ты вечером, ты приходишь устал, лжи, ты опять же не до этого. То есть ты превращаешься винтик в машину по толплению молотком по одной несчастной рессоре. То есть это большая философская проблема, но мы скорее про экономику говорим. Поэтому я предлагаю это пока опустить. Каждый желающий может почитать до конца. Там много-много философских примеров и ссылок на других авторов. Главное, что из этого следует, о том, что человек, работающий на предприятии, занимающийся только одной отраслью, даже хорошо не будем убрать молотобойца, который его стучит по рецепту, даже бухгалтер. Он сидит, он занимается бухгалтерией, влево-вправо он не развивается. Более того, работа в бухгалтерии столько, что у тебя отбивается интерес на все остальное развитие, какие-то дополнительные творческие потоки. То есть возникает вопрос о развитии человека, что капитализм человека не развивает, он его наоборот затаркивает в грязь. Решает его свободу. Решает, да. То, что в советское время любили называть профессиональным медиатизмом. То есть вроде бы ты профессор, академик, какой-нибудь Сахаров, но право-влево своей области и ты все. Я же, например, Фоменко. Фоменко новых аналогиков. Фоменко, да, математик, академик, но решивший поиграться в историю, который превратился в какой-то просто ужас и кошмар. То есть вот он вопрос с развитием человека, который стоял даже в Советском Союзе, потому что не была преодолена разница между городом и деревней. Еще такой очень интересный момент я вычитал к этой же главе, он в самом конце идет. Маркс его приводит, мне он показался интересным. Раньше, когда рабочие были ремесленниками, он как утром встал, почесался, там позевал, пока позавтракал, пока дошел до мастерской, и там работает, стругает табуретки и продает их. Когда производство переросло в мануфактуру, и когда ты делаешь, допустим, только левую заднюю ножку на этой табуретке, если ты ее не сделал вовремя, вся цепочка по составлению табуретки не работает, возник вопрос дисциплины, потому что рабочий должен прийти конкретно в это время и начинать работать. Если он не пришел вовремя, к 8 утра, а пришел к 9, с 8 до 9, вся фабрика стоит, потому что у нее нет задней левой ноги от табуретки. На это очень жаловались в то время капиталисты, то есть был большой вопрос и проблема перехода, как людям перестроиться, стать дисциплинированными и ходить вовремя на работу. Опять же, понимаем, это средние века, с часами людей как-то туго. Ходить по петухам вопрос сложный. С нечто подобным мы сталкивались и во время революции, 100 лет назад, а не 200 лет, когда это писал Марк. В принципе, мы с этим сталкиваемся и сейчас. Два примера. В Советском Союзе 90% практически населения были крестьяне, вставали по петухам, работу заканчивали, когда работа закончилась. Соответственно, когда все это сельское население переехало в города и стало работать на заводах, возник вопрос, что на работу тебе надо приходить вовремя и уходить вовремя. А ты привык в деревне, что-то дрова наколол, ты что, будешь сидеть до 8 вечера с этой кучей не будешь, поэтому ты вся отстала, ушел. А то ты на завод пришел, ты норму свою сделал, пошел бы домой, да как-то рабочий день еще не закончился. Отсюда может проистекать, допустим, такие законы, как об опоздании на рабочее место. Ты опоздал на рабочее место, прогулял, но тебя могут завести уголовное дело. Прекрасный пример, иллюстрирующий этот момент, который был еще во времена Маркса. И делаем к сегодняшнему дню, там был небольшой ролик недавно по поводу Таиланда. И в Таиланде, в принципе, тоже было преимущественно сельское население, совсем еще недавно, у них до сих пор еще цари остались, монархия, все дела. Там тоже люди, жившие сельским трудом, сами себе растившие бананы, сами же их потребляющие, сейчас только перестраиваются на индустриальное общество, и тоже к этому не привыкли. Поэтому, если вы захотите вызвать в Таиланде такси, приедет оно в любое непредсказуемое время. Может приехать сейчас, может приехать позже. Поэтому туда таксисты предпочитают набирать китайцев, которые приезжают вовремя, в отличие от местных тайцев. У Аллахов такая штука, они работают по настроению, как они говорят, на то более Аллаха. Совершенно верно. То есть, может быть графишка, а то эффект свободный. Большинство мусульманских стран, которые только-только от аграрного производства у себя в кишлаке перешли к индустрии, у них точно такая же проблема. Они просто не привыкли. В принципе, есть опять же, единственная борьба противоположностей. Другая тенденция. У нас есть фрилансеры, которые утром почесался, встал, попил кофе, пока то-се, пока сел за работу, ты работаешь. После этого перестраиваться, потому что каждый день к 8 утра должен ехать на работу, очень тяжело. На этом глава заканчивается, и я предлагаю перейти к обсуждению.